Добрый день, уважаемые участники курса. Меня зовут Маргарита Мозерова. По основному образованию я специалист по социальной работе, исследователь. Сегодня мы с вами поговорим о специфике потребностей основных социально уязвимых групп граждан Березовского района. Если говорить о выявлении потребностей социально уязвимых групп, то для специалистов это является некой гарантией востребованности их социальных услуг. Для того, чтобы выявить актуальные потребности граждан конкретного региона, можно воспользоваться следующими методами. Изучить рынок психолого-педагогических, социальных, образовательных услуг, проанализировать потребности целевой группы на основании изучения научных, статистических данных, изучения литературных источников. Третий метод предполагает опрос, фокус-группу, интервью, беседу с представителями целевой аудитории. Давайте более подробно рассмотрим каждую из представленных блоков. Для того, чтобы понимать, какие потребности социально уязвимых групп Березовского района еще не удовлетворены, нужно узнать, какие ниши заняты, какие услуги уже оказываются. Для этого изучается инфраструктура рынка оказываемых услуг. Первый шаг, который вы можете сделать в данном направлении, это изучить официальные сайты территориального центра социального обслуживания населения города Береза, учреждения образования, центров дополнительного образования, коррекционного обучения. Изучить сайты индивидуальных предпринимателей и частных учреждений, уже оказывающих образовательные, психолого-педагогические, консультационные услуги. Второй блок предполагает анализ потребностей целевой группы на основании изучения научных и статистических данных. Здесь вы можете воспользоваться информационной справкой, подготовленной территориальным центром социального обслуживания населения Березы. Она представлена в дополнительных материалах Google Class. Мы можем воспользоваться результатами выполнения упражнений лаборатории инновационных идей в креативном марафоне. Это будет представлено в следующей минуте. И ваш личный ресурс. Вы можете изучать информационные источники, официальные сайты, литературу, методические материалы, статистические данные, например, данные статистического ежегодника Республики Беларусь. И узнавать актуальные потребности своей целевой группы, психологические особенности, социальные нормы, демографические особенности, физиологические особенности своей целевой аудитории. Результаты обработки данных лаборатории инновационных идей, проведенной на креативном марафоне в июне 2021 года в городе Береза. Скажу, что в данном мероприятии приняли участие более 70 специалистов, преимущественно из Березы и Березовского района, специалистов, помогающих в профессии. В одном из упражнений был предложен мозговой штурм по ответу на такие вопросы, какие целевые группы особенно нуждаются в помощи, на какие темы формируется спрос. В ответах специалисты, помогающих в профессии, определили по возрастному критерию преимущественно две категории, нуждающиеся в помощи – это дети и пожилые люди. Уточняющие категории детей составляют следующий перечень – это дети в семьях повторного брака, дети из неполной семьи, дети-сироты, братья и сестры детей-инвалидов, сами дети с особенностями. Также специалистами были обозначены категории детей, имеющих психологические уязвимости в связи с их психологическим состоянием. Это дети, совершившие суицидальные попытки, дети, пережившие или переживающие утрату, дети в ситуации развода родителей и другие. Следующая возрастная категория, также социально уязвимая, обозначенная специалистами Березовского района, как особо нуждающаяся в помощи – это пожилые люди. Среди тем, актуальных для данной категории, вопросы, связанные с тревогой, стрессами, эмоциональным состоянием. Также вопросы социального характера, например, информация об уходе за маломобильными гражданами, информация о перечне услуг, гарантированных государством. Также пожилых людей интересуют такие вопросы, как увеличение пожилого возраста, поиски единомышленников, методы и способы дополнительного заработка в данном возрасте. Следующая категория социально уязвимых граждан Березовского района, обозначенная специалистами помогающих профессий, относятся к социальному критерию непосредственно выполнению таких социальных ролей, как родительство, семейное положение, профессиональный статус. Если говорить о родителях, то обозначены такие категории, как будущие родители, родители молодых инвалидов, родители детей особой заботы, родители в стадии опустевшего гнезда, родители подростков, матери, как отдельная категория. Среди вопросов, актуальных для родителей, семей, поднимаются такие, как дисциплина, родительская неуверенность, девиантное поведение детей, различные виды зависимости, пребывание детей в социальных сетях, помощь в половом, гендерном воспитании и другие. Если обратиться к категории профессионального статуса, то, конечно, помогающие специалисты обозначили актуальные проблемы для своей профессиональной сферы. И среди таких проблем эмоциональное выгорание, информационная грамотность, возможность преодоления стресса, преодоления тревоги, поведение в ситуации пост-ковид. И есть пересечения с нашей инициативой, направленной на удовлетворение потребностей специалистов, помогающих профессий, в поиске способов дополнительного заработка, поведения в ситуации потери работы, в поиске оптимального пути по открытию своего дела, в создании новых инновационных услуг для граждан Березовского района. И отдельной категорией, выделенной как социально уязвимая специалистами, является уязвимость на фоне психологического состояния. Много тем касалось нормализации ментального здоровья, сохранению ментального здоровья, способом сохранения эмоционального состояния, стабильного ментального здоровья. Некоторые вопросы касались кризисов и кризисных состояний, тревоги, также стресса, эмоционального выгорания, способов развития эмоционального интеллекта. Вот наиболее актуальные темы, которые были обозначены самими специалистами помогающих профессий Березовского района. И я поделюсь с вами таким шагом или результатом анализа потребностей социально уязвимых групп, который дает возможность создать новые виды услуг. Так, к примеру, целевая группа обозначена как дети, дети с особенностями. Среди актуальных тем специалистами выделена инклюзия, реализация потенциала ребенка с особенностями, развитие обучения, работа и профориентация детей с особенностями. Среди актуальных форм обозначена, например, ТикТок, как быстрая информативная сеть, позволяющая вовлечь ребенка в процесс познания образования. И так может зародиться идея инновационной услуги, к примеру, курс по выбору для детей с особенностями, то есть курс по выбору профессии для детей с особенностями, вот это в рамках профориентации детей с особенностями, средствами ТикТока. Например, такая услуга. Сейчас я предлагаю вам переключиться на свои целевые группы, подумать о том, с какими уязвимыми группами вы работаете, планируете работать. Частично практикум вами уже выполнен, вы составляли социальный паспорт целевой аудитории, целевой группы, составляли таблицу. Сейчас переходим к ответу на вопрос, в чем специфические потребности целевой группы, социально уязвимой группы. Для этого я предлагаю вам выполнить самостоятельно третий блок по методам выявления потребностей социально уязвимых групп и провести блиц-опрос или голосование в социальной сети, беседу актуальных потребностей представителей одной на выбор социально уязвимой группы. Напишите 2-3 потребности своих потенциальных клиентов и разместите в диалоге в Google Class. На основании выявленной потребности попробуйте предложить услугу, которую вы способны оказать уже сейчас. А я желаю вам всего доброго, до новых встреч!